Музыка Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем играть в Бесконечное Лето. Сегодня мы с вами во второй раз отправимся искать Шурика, и в общем-то пока что ничего не изменится, потому что мы снова берем с собой Лену, просто берем с собой Лену, и отправляемся с ней. Ей, конечно же, страшно, она возьмет нас под руку, мы это уже не раз видели, и несмотря на весь ужас, адреналин и страх разжег в наших отношениях что-то новое. Именно в этот раз я узнал Лену по-новому, когда проходил первый раз, в результате оказался классный день, Блин, и тут опять этот самый ужасный момент, который я просто ненавидел. Я не помню, я чисто на фонарь всегда нажимал, куда нам надо идти, и когда-то, когда-то это к чему-то, в общем-то, приводило. Кто знает. Направо. Направо. Вот, видите, куда-то выходим, но это не то место, куда нам, в общем-то, нужно. Вернулись к тому же месту, да? Хорошо. Налево. Здесь мы уже были. Да, да, конечно. Направо. Конечно, если так и пойдет, мы с вами опять, как и в прошлый раз, нажмем паузу, потому что, ну, сами видите. Ха, слушайте. Такого еще не было, чтобы я разом приходил в одно и то же место. Ну, просто, наверное, я... ...все делаю так, как и раньше делал. А именно, не смотрю, куда я жму. Просто рассчитываю на что-то. А кто знает, вдруг мы сейчас еще куда-то и придем с вами. Налево. Направо. А, вернулись к тому же месту, где мы начали. Отлично просто. Не то я нажал только что, ну ладно. Развилочки, развилочки. Налево. Направо. Налево. Налево. К тому месту. Ясно, короче. Я все сейчас не так правильно делаю, как стоило бы. И на самом деле не помню правильную комбинацию, куда следовало нам ей идти. Но всегда это к чему-то приводило. Хм, прикольно. Все, короче, аж мы паузу, давайте вернусь чуть позже. Так, я не совсем помню, это то место, которое нам нужно или же нет. Да, это то место. А вот и помешанный шурик. Который на нас набросился. И прекрасное окончание вечера. Да, сцена поисков шурика была одной из самых сильных, которые только были в этой игре. Жаль-ка, жаль-ка, что мы это уже с вами все видели. И теперь просто быстро промотали. Знаете, что интересно? Вот сейчас, по-моему, первый же момент в моем втором прохождении, когда я не уверен, что мне стоит выбрать. В прошлый раз я сказал, что ходил с Леной. А если я скажу, что ходил один? Не знаю, к чему это должно нас привести. Давайте-ка на всякий случай с вами сохранимся. И если что, вернемся к тому же варианту, который мы уже с вами когда-то выбирали в первом нашем прохождении. Ну, давайте скажем, что ходил один. Да, один. И шурик. Что с ним? Казалось, что Ольга Дмитриевна действительно переживала за судьбу пропавшего пионера. Впрочем, что в этом странного? Вожатая может и несколько легкомысленно относиться к своей работе, но это же не значит, что она должна быть бессердечной. С ним все в порядке. По крайней мере, насколько вообще можно быть в порядке в данной ситуации. Это хорошо. А теперь спать. Да ничего не изменяется, на самом деле... Блин. Я теперь не знаю. Может, стоило бы выбрать все, как и в прошлый раз, нет? Черт его знает. Просто мы только в будущем сможем понять, к чему же... Какие же последствия будут из-за того, что мы выбрали, что сами. В общем-то, сами-сами-сами. Страшный сон нам приснился на пятый день. Вот, кстати, те самые сцены были, которые тоже, в общем-то, как вырезаны. Когда мы увидели, как моются девчонки, да, кажется? Так. Что от нас требуется? Общие кружки. Черт его знает, я не помню, что это такое. Давайте-ка еще разочек сохранимся уже в другом... На другой слот. Сразу что, знаете, вспоминается, как я сохранялся на карты памяти на PlayStation. Выбирал, какой слот перезаписывать. Хотя память-то была очень ограничена. Я уже даже забыл, что значит иметь ограничения по сохранению. Так, общие кружки. А, стоп, ну это ж мы с вами сейчас... Не-не-не-не, погоди. Есть хотелось безумно. Я всегда трепетно относился к своему здоровью, но трепетнее всего в те моменты, когда становился совсем не в моготу. Голод ждать не будет. Я решил воспользоваться предложением электроника. А, все. Я мог или покушать, пойти в столовую, или же пойти в кружок... А, электроник. Электроник предлагал отобедать с ними, да, кажется? В конце концов, зная местных пионеров, можно было резонно предположить, что в столовой не осталось даже чертовой корки хлеба. Черствой. Чертовой. А кружок кибернетики мне все же кое-чем обязан. С такими мыслями я подошел к зданию клубов. Изнутри доносились крики. Я прислушался, но ничего разобрать не мог. Ульяна схватила пончик. Отдай. Ну как обычно, она везде просто. Не отдам. По комнате носилась Ульянка, держа в руках... А, моток проволоки, господи, публик, говорю. А за ней бегал Шурик. Ребят, мне как-то даже неудобно вас прерывать, но... Ульян, ты на самом деле зря так делаешь, потому что кто знает, что опять этому сумасшедшему Шурику придет в голову. Ну самое главное, что в принципе ни к чему это не привело, да? Я думал, что все-таки какая-то будет развязка во всей этой истории с помешанным Шуриком. Ну то есть... Выяснится, что с ним происходило все-таки. Может он болен чем-то, а в развязке никакое не происходит. Может быть будет развязка в каком-то другом руте, кто знает. Отдай. Они не обратили на меня ни малейшего внимания. Не отдам. Увлеченной погоней Шурик проскочил мимо меня, чуть не сбив с ног. Эй. Ульянка весело смеялась и нарезала круги по комнате. Интересно, зачем ей эта проволока вообще сдалась? Тем временем руководитель кружка кибернетики, еще вчера касавшийся безумным, выглядел вполне нормально. Можно даже сказать свежо. Но это вряд ли помогло бы поймать Ульянку. Она была меньше, изворотливее, быстрее наконец. Ульяна просто везде. И вполне могла загонять его до изнеможения. Эй. Ульянка подскочила и спряталась за мной. Шурик же громко хлопнув дверью, вышел. Обиделся. Эй, ты чего? Не поймаешь. Она посмотрела на электроника, который все это время лишь молча наблюдал за глупо-беготней. И показала ему язык. Семен, отбери у нее проволоку. От чего она вам, собственно, вообще сдалась? Проволоки, что ли, мало? Он пытался поймать Ульянку, а та, в свою очередь, пряталась за мной. Он вправо, она влево. Он влево, она вправо. Удивительно, как Ульяна еще нам доверяет, да? После последних событий. В конце концов, эта ситуация мне порядком надоела. И я ловким движением выхватил проволоку Ульяны. Отдай! Отдай! Обиженно закричала она. А вот и нет. Хватит хулиганить. Я поднял проволоку над головой так, что Ульянка со своим ростом никак не могла достать. Спасибо. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Мне даже жалко немножко. Хотя сама виновата, что она такая избалованная. Да зачем тебе она вообще? Не твое дело. Ульяна хитро посмотрела на меня. А хочешь, я всем расскажу, что ты... Я зажал ей рот рукой и потащил к выходу. А, это что мы как будто бы шпионили, да? Как они переодеваются. Ладно, нам пора уже. Глупо хихикая, сказал я электронику. Забавно, конечно, знаете. Они ведь вечно нас шантажируют. Но только шантаж выливается при каждом изменении обстоятельств во что-то новое. А зачем приходил? Даже не пообедал. На улице я отпустил брыкающуюся Ульянку. Слушай, ну ты же понимаешь, что это недоразумение. Тем более ты его сама и подстроила. Ничего не знаю. По факту ты за нами подглядывал. Ой, сейчас секундочку. Все. Я готов. Ай-яй-яй. Что же подумает только Дмитриевна? С одной стороны, мне было абсолютно наплевать, что про это скажет вожатая. Но с другой, все против меня. А в моем положении в подобные ситуации попадать не стоит. Ладно, может мы как-нибудь договориться сможем. Хм. Она задумалась. А я знаю. Я уже предчувствовал недоброе. Ты принесешь мне эту проволоку? Ну зачем она тебе? За надом. Ну ладно, допустим. И тогда будешь молчать? Честная пионерская. О господи, Семен. Верилась ей с трудом. Но с другой стороны, это всего лишь шматок проволоки. Почему бы не попробовать? Хм. Вот это прикольно. Новые сцены, которые приведут к еще новым сценам. В зависимости от того, что мы выберем. Господи, я вообще хотел перезагрузиться и попробовать пойти в другое какое-нибудь место. Ну давайте откажемся. Нет, никаких проволок. Хватит уже. Тогда я все расскажу. Ты и так все расскажешь. Или Алиса. Да ну тебя. Конечно. Как будто я во всем виноват. Виноват. Ты за нами подглядывал. Не подглядывал я ничего. Хотя, как ни крути, подглядывал. Алиса так не думает. Она много о чем не так думает. И Ольга Дмитриевна тоже не оценит. Знаешь что? Я начал выходить из себя. Хочешь рассказать? Иди прямо сейчас и жалуйся. Не забудь также добавить, что я виноват в дефолте, в мировом кризисе, глобальном потеплении. Про библейский потоп тоже упомяни. Забавно. Короче, у нас с вами, друзья, в этот раз Рут нет шантажу. Вот такой вот девиз будет второго Рута. Мы отказываемся. Во всем отказываемся. Да ладно тебе так реагировать. Я же пошутила. Пошутила? Я внезапно понял, что действительно слишком завелся. Шутки у тебя дурацкие. Что, мне каждый раз догадываться, серьезно ты или прикалываешься? Да. Ухмыльнулась она. Так веселее. Ну да. Вот знаете, есть люди, которые специально троллят, чтобы поймать вашу реакцию. Вот, например, некоторые люди в школьном возрасте не понимают, допустим, как нужно себя вести, если над ними прикалываются. Но факт, самый главный, в чем? В том, что людям, которые прикалываются, нужна реакция. Если человек особо на это не будет реагировать, то, в принципе, ну или как-то спокойно будет реагировать, то это даже интерес пропадет троллить. Вот такое и дело. Так то же самое и здесь. Ульянка развернулась и побежала в сторону площади. Маша рукой на прощание. И все-таки невозможно с ней по-человечески. Я вздохнул и вернулся в помещение кружков. Электроник что-то сосредоточенно мастерил. Теперь я совсем разобрался. Думал, может, ты меня чем угостишь, как обещал. Мой тон звучал несколько заискивающе, и это меня просто взбесило. Я, конечно, не настаиваю, просто раз уж... Сейчас. Он оторвался от своего занятия и достал из стола пару булочек и треугольник кефира. Прошу. Спасибо. На взводе у нас Семен. Пока я увлеченно ел, электроник ни на секунду не отрывался от своего приспособления. Он наматывал на катушку проволоку, которую я отнял у Ильянки. А что это? Катушка индуктивности? Индуктивности? Вступай в наш клуб, будешь все знать. Он поднял на меня глаза и хитро улыбнулся. Хитро улыбнулся? Эх ты похабник! Подумаю. Конечно, никуда я вступать не собирался, но с учетом того, что он меня все же накормил, можно быть повежливее. Ну, наверное, да. Меня интересует, знаете что? Что с каждым новым днем сцены новые все обширнее и обширнее. То есть у нас даже рут, в котором мы пропускаем все общие сцены, все равно получается достаточно длинным для записи. Это прикольно. Ну, а электроник с шуриком все-таки талантливый. И в этом, конечно, ничего нельзя плохого про них сказать в этом плане. Кстати, я же тебе говорил, что у меня еще кое-что есть. Ну да. Сейчас. Он зашел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с каким-то пакетом. Тут-туру. И протянул его мне. Внутри лежала большая бутылка водки столичная. Слушайте. Прикольно. Более всего прикольно то, что мы ее получили раньше времени. Прикольно. Вот это прикольно. И с кем же мы ее разопьем в этот раз. Я все понимаю, но еще утро только. Или электронику близок принцип с утра выпил весь день свободен. Ты что? Я же не предлагаю ее пить. Это на протирку оптики. Ага. Протирку. Внутри утробно. Ясно. Я отдал ему пакет. Тогда я пойду. Обязательно приходи еще. Конечно. Как только выпить захочется. Да. А мы взяли все, перелили и выпили с Алисой. Прекрасно. Слушайте, ну настолько вот вроде все то же самое, да? Но ты начинаешь в деталях узнавать все. Раскрываешь для себя эту мозаику. Реально как детективная история настоящая. На улице я задумался, зачем он мне вообще показывал водку. Голод внезапно вновь напомнил о себе. Конечно, булочки и кефир это здорово. Но одними ими не наешься. Хорошо, что в этот момент заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Ну и теперь начинается общая сцена, так? Но я выстоял. И теперь имею законное право наесться до отвала. Сегодня я пришел не позже всех, так что смог занять свободный столик. Здорово, итальян! Давно не виделись. Так, и все-таки, и все-таки, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы сохраняемся. Мне вот просто еще интересно. Ничего страшного, что я Ольге Дмитриевне сказал, что ходил один. Вдруг из-за этого мы с вами не получим вообще концовку Лены. Или получим не хорошую, а плохую. Мне это все тревожит начинает, честно. Так, но мы с вами сейчас загрузимся все-таки. Я хочу вспомнить, я хочу вспомнить, что будет, если мы пойдем в какие-то другие места. Если мы все-таки встретим Лену, тогда мы выберем именно такой вариант развития событий, да? А не пойдем к электронику. Насколько помню, что мы с вами в прошлый раз ходили... Да, видите, все-все пропускается. Это как раз тот самый момент, когда мы можем отказать Мику в том, чтобы помочь ей. Поэтому нет, ничего здесь интересного нету. Хотя, погодите, может быть, после этого будет Лена. Давайте попробуем в этот раз отказать и посмотрим, как Мику отреагирует. Все-таки это тоже интересно. Все-таки это тоже продолжение и что-то новое. Ладно, ничего страшного. Обиделась. Кажется, я расстроил Мику. А расстроенную Мику я еще никогда не видел. Но что поделать, такова жизнь. Кстати, мне кажется, что концовку Мику получить не так-то и сложно. Ну, начнем с того... Я, во-первых, не помню. Ее можно получить только в конце, после того, как ты уже получишь концовки других персонажей. Или же сразу можно. Но, по крайней мере, концовку Мику, мне кажется, получить не так и сложно, потому что сцен и так не так-то и много с ней. Вот. А может быть, я ошибаюсь. Выйдя из столовой, я сел на стоящий перед входом лавочку и обессиленно вздохнул. Ступни еще ныли, хоть и не болели так сильно, как в начале. А в желудке было все так же пусто. До обеда оставалось порядком времени, так что я решил немного пройтись. Направление было выбрано случайно, хотя одним словом его можно охарактеризовать как прямо. А, так это было. В итоге я оказался на площади, что удивительно, по-моему, деньгенди. Это все было. Это все было. Ну и мы никого не встретили. Никого мы не встретили, поэтому еще разочек перезагружаемся. И попробуем пойти в медпункт. Я всегда довольно трепетно оторвелся к своему здоровью. А, слушайте, по-моему, почему-то у нас ноги оказались порезанными. А почему? Этого я немножко не помню, но по-моему, как раз был выбор. Или пойти покушать, или пойти в медпункт. И в медпункт мы не пошли с вами. Вдруг там будет Лена каким-то образом. Хотя бы в те моменты... А, ну давайте попробуем. Да, смотрите. В любом случае, даже если я не прав, то в медпункте мы все равно в этот момент не были. Или давайте почитаем, что будет, если мы туда и отправимся. Поэтому, не раздумывая, направился в медпункт. Однако перед дверью меня словно остановила какая-то невидимая сила. Совершенно не хотелось лишний раз общаться с местной медсестрой. Но, с другой стороны, вчера я совершил практически подвиг, обороняя медпункт. И все-таки что с ключами? Я так и не могу вспомнить. Так что она была мне в какой-то степени обязана. Я собрался с духом и открыл дверь. Привет, пионер. Здравствуйте. Ты извини, что я вчера так долго? Да нет, ничего. А ты что пришел? Заболел никак? Она хитро улыбнулась. Да я тут... Ступни немного. Немного что? Ступни. Глупо ответил я. Боже, я не знаю, такая ситуация забавная. Ступни. Ну, показывай. Я сел на кушетку и снял ботинки. Где же это ты так? Произношение... А, про... Произношение, да, произношение тоже. Произошедшее около умывальников лучше было держать в секрете. А, это пока я прятался в кустах, наверное, там где-то ноги порезал, да? Да я... Ладно. Неважно. Сейчас. Она порылась в ящики и вытащила пузырек, из которого достала большую красную таблетку с крестовой прорезью. Какая, к черту, таблетка? При чем здесь таблетка? Тут нужно йодом ноги помазать, не знаю. А это зачем? Меня несколько смутили размеры таблетки и ее странная форма. Обычно ломают пополам, а не на четыре части. Ну да. А это чтобы тебе потом ноги не пришлось отрезать. К чему вообще? Что? Нормальная такая картинка, да? Да ничего. Не бойся. Слушайте, это что, размер пятый, наверное? Виола-виола. Какой неоднозначный персонаж. Пионер. Сейчас выпьешь и все пройдет. А почему эта таблетка такая? Это для больных, которые отказываются принимать лекарства перорально. Простите, перорально это... Задницу что ли? Я могу ошибаться, но я не помню, что значит перорально. Ага. Таким мы закручиваем их шуруповертом. Куда именно их закручивают, спросить я не решался. Слушайте, какая-то очень, ну это просто, просто очень какая-то странная медсестра на самом-то деле. А теперь потерпи немного. Она достала большой пакет с ватой, обмотала ей палочку и всю эту конструкцию обильно намазала йодом. Я приготовился к адским мукам. Негромко застонал я. Однако в этот метод дезинфекции мне верилось куда больше, чем в непонятную таблетку, поэтому пришлось стойко вытерпеть жжение. Вот и все. Я обулся и попробовал пройтись. Ступни все еще ныли, но острая боль прошла. Спасибо вам. Не за что. Заходи в любое время. Пионер. Ну и медсестра у нас в лагере, друзья. Я попрощался и вышел из медпункта. Проблема со здоровьем была решена. Теперь самое время и поесть. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Ну не знаю даже. Ну давайте тогда уже не будем возвращаться к варианту, если мы пошли бы к Шурику, да? Вот. Пусть тогда будет уже все так, как есть. Пусть все будет так, как есть. Ну и теперь пропускаем. Здорово, Толян. Мы плывем собирать ежевику. Вроде как, да? Ну и разумеется, мы идем с Леной. Разумеется. Как бы не так. Давай я пойду с тобой. Ну и все пропускаем. Вроде ничего нового не происходит. Вернулись. Тут Ольга Дмитриевна нас поблагодарила, а мы благородно говорим, что это все благодаря помощи девочек, да? Сон еще такой страшный приснился, как будто за нами эта клубника начала гнаться за лодкой. Да, это тот самый ужасный день, когда Семен полумертвый был к вечеру просто. Из-за всего того, что пришлось пережить. Кстати, именно сейчас все и решится, уже в следующем слушать. А ведь уже на следующий день мы с вами поймем, какую концовку получим. Так ведь, а? По-моему, так. Ну, это все благодаря помощи девочек, конечно же, мы отвечаем. Так, пропускаем. Ну, а теперь мы отправимся... Везде мы с вами, друзья, отправимся. Так, давайте-ка еще разочек сохранимся. Ну, вот там, где эпилог сохранимся. На всякий случай. Меня больше просто тревожит... Ничего страшного, что я не сказал Ольге Дмитриевне, что я ходил с Леной. То есть, в принципе, скрывать особого смысла не было, правда? А я скрыл. Ну, было интересно посмотреть, как она отреагирует. Она совершенно никак не отреагировала. И ничего не поменялось. Совершенно ничего не поменялось в диалогах. Поэтому я даже и не знаю. Ну, давайте-ка. Короче, рушим мейнстрим. Идем против попсы. И теперь действуем не так, как мы действовали до этого. В другом порядке. Готовим торт. Готовим торт. Да, теперь точно он говорит, что слишком уж часто было в миспункте. Это уж действительно правда. Библиотека. Ну, здесь тоже ничего нового. Так ведь? О! Зато теперь мы можем кое-что сделать по-новому. И тогда точно уже не получим концовку с Ульяной. Мы попытаемся выхватить книгу у Алисы и посмотреть, что она там читала. Будем. Не знаю. Будем сволочью. А раз уж делать все по-другому, то идем с вами до последнего, друзья. Все же любопытство взяло вверх. Я воспользовался тем, что Алиса не смотрит на меня. И тихо подкравшись, аккуратно выхватил книгу. Но это, в общем-то, в ее стиле. Так что я не думаю, что она должна сильно обижаться. Ай! Взвизгнула она. В следующую секунду ее лицо приняло такое выражение, что я уже начал сомневаться в правильности своего решения. Это классное выражение. Не знаю, просто его обожаю. Раз уж скоро умирать, то хотя бы посмотрю, ради чего. В руках у меня была унесенная ветром. У меня, кстати, есть. Та же самая книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. От удивления я даже забыл о неминуемой смерти. Интересно? Да. Покраснев, нехотя ответила Алиса. Ладно, тогда я протянул ей книгу. Алиса бросила ее на стол и быстро, несмотря на меня, вышла из библиотеки. Значит, и ей ничто человеческое, а не чуждо. Смотрите, даже те же самые книги читаю с Леной. Две конкурирующие подружки. В конце концов, она тоже девочка. Быстро проанализировав произошедшее, я заключил, что ничего такого странного и не случилось. Наконец, библиотека огласилась громогласным стоном Жени. Ну и все пошло уже так же, да? Ну и теперь идем за сахаром. Самое труднодоступное. Конечно же, мне никто не мог помочь. Довести этот самый сахар. Этот самый мешок. И только Лена нам дала, в общем-то, тележку. Мне приснилось это... Господи, господи сути. Как все быстро? Погоди, 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 погоди. Мы приготовили торт. Просто настолько сейчас все быстро произошло, я на самом деле не хочу пропустить, как мы с вами перескочим день. Потому что все, мы с вами сейчас уже решим, какая у нас будет концовка. Да, поэтому давайте-ка вот так вот будем все-таки пропускать. А, погодите. День мы еще никак с вами не пропустим. О, друзья, я совсем забыл, что сейчас будет происходить. Совсем-совсем забыл. А, в принципе, можно пропускать. Сейчас мы придем к тому, что нам предложат вмешаться в спор девчонок. Или же не вмешиваться. А знаете, что мне интересно? К чему все-таки это приведет, если у нас будет рут и не с Леной, и не с Алисой? Все равно мы будем решать их споры между собой, кто кому нравится. Черт подери. Давайте посмотрим, что будет, если мы будем просто сидеть. Но, мне кажется, если мы будем просто сидеть, тогда мы с вами не получим хорошего рута с Леной. То есть мы пропустим очень-очень важную сцену. Когда вот эти вот откровенные разговоры и все такое, да? Я просто смотрел на огонь. Говорят, что на него, как и на воду, можно смотреть бесконечно. Но была и какая-то третья вещь. Такая же. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие люди. Вожатая вывела меня из задумчивости. А я что, это вслух сказал? Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано? Ты не охренела, слушай, девочка! Это я расслабился слишком рано? Не, ну она, она реально охренела просто. Да я тут вообще при смерти после всего того, что я совершил. Подвиги настоящие. А что мне еще нужно сделать? Я искренне не понимал, чего от меня хочет Ольга Дмитриевна. Не знаю. Она замолчала на минуту. Ну если что-то будет нужно, то сделай обязательно. Слушайте, такое ощущение, как будто это заговор. Она просто издевается над нами. Вожатая как-то двусмысленно улыбнулась и подошла к костру, чтобы подкинуть веток. После этих слов я окончательно убедился, что состою у нее на положении раба. Не, я не понимаю истинную цель Ольги Дмитриевны. Я, конечно, понимаю, что это игра, новелла, чисто выдуманная. Но что это за чушь вообще? Чисто ради прикола, ради принципа, да? Идти до последнего. Или в крайнем случае бесплатной рабочей силы, что в общем-то то же самое. Я вздохнул, опустил голову на руки и понадеялся, что мои мучения закончены. Кто-то похлопал меня по плечу. Я поднял глаза и увидел шурика электроника, севших рядом. Чего вам? Устало спросил я. Не грусти. А что еще остается? Слушай, мы сейчас с Ольгой Дмитриевной обсуждали перспективы развития кружка кибернетики. И такое дело. Нам не хватает членов. Это, кстати, мне скидывали. Ну, как бы это фанаты игры эту фразу восприняли неоднозначно. Ну, с учетом того, что, может быть, этим двум парням действительно не хватает членов. Судя по тому, как они себя ведут порой. Вот. Если бы ты... Он замялся. А развитие этих ребят несовместимы и понятия. Я ничего не ответил и начал осматривать окружающих меня пионеров. Ну? У меня времени нет. Видите, как я постоянно занят поручениями вожатой? Я еще и торт приготовил ради спасения, которое сам же и организовал. Не, по-моему, кстати, Лена была инициатором. Что самое интересное. Да. Пожалуй, ты прав. Неудобно сегодня с Ульяной получилось. Сценарист. Халтурим. Если это, конечно, оно. Если это тот же самый момент. Мы не видели. Простите меня. Что произошло с Ульяной-то сегодня. Я удивленно посмотрел на него. Похоже, Шурик чувствует себя виноватым в том инциденте с тортом. А, значит нет. Значит, я все-таки... Все, беру свои слова обратно. Я думал, что это из-за проволоки. А мы этого момента как бы не могли видеть. А это из-за торта. Не очень. Да. Все пионеры вроде бы были тут. Но я никак не мог найти Славю. Мне кажется, что она злится на меня. Что? Рассеянно спросил я. Ульяна. Может, стоит извиниться? Да нет. Тут никакой твоей вины нет. Жалко, что я не помню на самом деле, что там Шурик сделал с Ульяной. По-моему, он ее просто схватил и оттащил от торта. Или что там произошло. Толком уже и не помню. Мы сидели молча еще какое-то время. После чего я встал и сказал. Ноги затекли. Пойду пройдусь. Они ничего не ответили. Я несколько раз обошел импровизированный лагерь, ловя на себя пристальные взгляды вожатой. Похоже, Ольге Дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие. Не, ну реально, это вообще капец какой-то. Славю я так и не нашел. Может, стоит отправиться на поиски? С другой стороны, вспоминая расстроенное лицо Ульянки, мне становилось ее даже жаль. Может, похода не самое лучшее развлечение, но сидеть одно и то... Но сидеть одно и то же удовольствие ниже среднего. Ну, в общем, я, наверное, понял, что здесь происходит. Мы выбираем из двух пар, да? С кем бы баллов поднабрать. Или же с Леной и Ульяной, или же с... Ой, господи. С Леной и Алисой. Или же с Ульяной и Славей. Но при всем при этом идти куда-то совершенно не хотелось. Видите? Какие дела. Поэтому мы с вами перезагружаемся. Обязательно. Это мы в наших других рутах будем выбирать не подходить и не выяснять, о чем там спорят Лена и Алиса. А так как у нас сейчас вот все так, как есть, и мы с вами все-таки хотим получить рут Лены, мы с вами подойдем и узнаем. Но это уже будет в следующей серии, друзья. Возможно... Да, это даже невозможно. В следующей серии нас ждет развязка. Убедимся ли мы, что окончательно получим лет... Ой, господи. Я уже начинаю заговариваться. Третья серия подряд вроде не так и много, но... Узнаем окончательно, получим ли мы рут... А я сказал лет от слова Лена. Лет с Руной. Рут с Леной. Вот. Но мы по-прежнему не будем знать, хороший он или плохой. Говорят, что плохой рут меня, конечно, просто приведет к депрессии, но... Я рад, что мы не получили его сразу. Все-таки сейчас проникновение в сюжет игры уже не настолько большое, как было до этого. Потому что я уже все знаю, да, что будет происходить. И даже если мы получим плохой рут с Леной, я уже не буду так уж сильно расстроен, как если бы это было мое первое прохождение. Это меня просто так не поразит, скажем так. Может быть, это и к лучшему. Ну а пока, друзья, оставайтесь на линии. Желаю вам хорошо провести свой день. Не забывайте про канал. Возвращайтесь, нас ждет еще много интересных приключений.